Добрейшего геройского времени суток на связи антиквар приветствую вас в героях меча и магии 3 где мы продолжаем проходить кампании из цикла дыхания смерти на повестке дня вторая часть прохождения заключительной миссии кампании руби и кромса и миссия называется расхититель могил для тех кто пропустил начало прохождения этой миссии переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана мы же будем продолжать не хочу затягивать эту миссию тем более цель ясна щиточек за хранителем вопроса не уверен что его легко будет получить но мы постараемся ну что же у нас первый день третьей недели и мы готовы проводить нашу экспансию крага отправляем в город хочется знаете поставить great на арбалетов их тоже с собой забрать хотя great на арбалетов надо что-то оставить и слышу чтобы он здесь мог пошустрить да в частности забрать шахту точнее лабораторию алхимика шахту кристаллов вообще меня просили жизнеописание слышу прочитать что я с удовольствием и делаю слышь старый собутыльник крэга хака с которым он познакомился в народе он бежал в рафию от конетаблей которые хотели задать ему пару вопросов о нескольких крестьянах с которыми слышь однажды крупно поссорился однако в рафии его тоже вскоре арестовали поймав на жульничестве при игре в карты ноут украга такие товарищи в общем стоит ли этому удивляться так ну что давайте определяться берем мы с собой какие-то войска еще или оставляем это все слышу и едем так ну наверное едем так денег у нас много кстати я тут подумал я говорил о том что надо ставить ипподром вообще-то надо ставить портал слова прежде всего не хватает у нас дерево но сейчас может что найдем поглядим одним словом ну и по дороге конечно же военную школу тоже посетим можно знаете что сделать мы все равно магию будем пополнять можно было бы перепрыгнуть порталом в армитак но друзья мои я не забыл что у меня есть городской портал но если что у нас же просто аутентичный варвар этого какой-то крайний случай если там создатели сценария заставят нас носиться туда-сюда по карте то конечно мы прибегнем к этому великому колдонству а так у нас краях чистокровный варвар так ну что зомби биться с нами не хотят а мы биться с ними хотим на автобое разбираем их военную школу забежим по дороге мы кстати видим кси такая вот барышня может она к нам придет пока мы здесь и армии у нее вроде особо нет я бы не возражал с ней встретиться и свести знакомства поближе так теперь здесь наверное вот что мы делаем туриз она же тирис отдает коней слышу и на королевском гриппу не отправляется под землю собирать все что плохо лежит здесь в подземке теперь слэш но мельницу наверное нет далековато отклоняться забегаем в город пушкину надо ставить great на стрелков потому что если мы хотим чтобы слышь тут что-то защищал собственноручно то это прям хорошая будет история так как то вот так мы сделаем пару единичек грифонов выделим а может даже одну да эти два стека чтобы закрыться чтобы отманивать оппонентов кстати книжки книжку слэша есть а у гильдии магии у нас нет у него в книжке городской портал из свитка это понятно так ладно я думаю этого достаточно поехали начнем вот этих вот кровопийц которые не хотят нас пускать к лаборатории алхимика писали в комментариях что миссия на самом деле достаточно жесткая но посмотрим с какими оппонентами мы здесь будем сталкиваться пока сложно какие-то выводы делать на этот счет крэгом крэгом наверно пока мы здесь следует вот эту шахту забрать золотоносную лорда от нас хотят убежать но мы их как вы понимаете настигнем и покараем еще на утопию драконов я поглядываю насколько адекватно будет ее такой армии забирать ну наверно не очень адекватно наверное имеет смысл подождать и сделать это попозже но хотя забрать ее полагаю нужно не факт что там нам насыплют что нить интересно вот кстати и дерево да с рудой есть и проход отлично отлично это что означает это означает что мы ставим гильдию магии потом ставим монастырь и нам нужны деньги на портал славы но на этой неделе естественно я ангелов построю за этим не заржавеет так вампиром идем без потерь слышь пробивает красавчик чтобы времени тянуть полагаю что миссия не то чтобы очень короткая будет да поэтому поэтому такое поведение слыша не может не радовать ну давайте отманивать на себя мораль ничего си высокоморальный как и грифон все грифоны высокоморальные но я полагаю это имеет отношение к вот этой земле на которой мы деремся я все хочу сделать ролик по вот этим покрытием ну вообще да по земле по штрафу по вот этим особым покрытием там понятно что как она проклятая земля ну и так далее огненные водяные все и так далее типа ландшафтов вот самому чтобы в них разобраться но пока что-то времени не хватает честно вам скажу поэтому поэтому пока как то так а почему мы вроде бы об обгоняем духов но при этом они ходят первые это как ну точнее последние допустого я завытился потому что я получил мораль мы даже никого не потеряем вы посмотрите какая красота немножко маны но кому это интересно основная магия воздуха я не знаю нужна она ему или нет давайте возьмем просто эксперт баллистики это совсем жестко как-то можно однозначно ответить что он не особо нужен да ну что кирис буду я ее называть пожалуй так более привычно мне продолжает изучать подземку так а здесь у нас стоит минотавр и охраняет красную палатку ключником наверняка не просто так давно и здесь охраняет но я крыгом все-таки пойду сюда почему посмотрю что там будет за проход вот то есть мы поняли где есть красная палатка запомнили вот и посмотрим что еще интересного таит эта карта так кавалерист со всей своей пролетарской решимостью бахнул в общем зачисткой рудников слышит справляется на отлично давайте мы крыгом сразу же отправляемся в подземку так вообще-то военную школу да я хотел посетить а сам поехал кружным путем интересно 40 так было сразу надо было заходить ну ладно я полагаю что мы еще домой вернемся такая оказия случится и мы обязательно это сделаем хранилище медуз ну наверное пока нет просто едем разведываем смотрим где что плохо лежит что нам обязательно нужно забрят забрать развилочка тоже стоит минотавр тоже палатку охраняет или что да только какая светло-синяя голубая как она тут будет обозначен ну как бы она не была обозначена в любом случае нам ее нужно забрать чем сейчас крыг и займется ну и потом посмотрим что там на другой стороне этого подземного туннеля ну отполагать выход на поверхность вряд ли что-то еще так ртуть у нас успеет да накопиться просто ничего нам даже менять не придется лаборатория у нас есть третий день на шестой мы ангелов можем ставить это даже при условии что мы нигде не найдем горшочек этой самой ртуки а ну как нигде вот пожалуйста прям по пути услышим все есть погнали войска здесь скупать собирать тоже не лишнее в суде они не накапливаются в нанимальниках поэтому нужно это делать слушайте друзья мои ну я уверен что мы победоносно закончим эту миссию потому что у нас впереди телега победа лежит на земле но как известно с телегой победы проиграть невозможно поэтому поэтому мы и не будем ничем таким заниматься хорошо минотавр и короли заканчивается в столе они в один стек ну и были разбиты берем естественно золото ничего не собираем в этом туннеле почему потому что я думаю что тут уже кирис мы сюда приспособим а может быть кстати знаете что мы сделаем чтобы это побыстрее все было у нас вот тут есть катберт в таверне причем с тремя стеками стартовыми что как вы понимаете для дыхания смерти для суда большая редкость да поэтому мы его наймем деньги позволяют можно кстати ему дожидать варварскую армию точнее не всю армию на одних наездниках отправить чтобы он побыстрее двигался ну да пусть идет все собирает ветряную мельницу по дороге забрать ну наверное успеет это сделать слэш поэтому катберта просто мы отправляем в подземку крэгом смотрим что тут и когда вот он выход на поверхность гарпи ведьм тоже надо сразу зачистить тундучки отбить таким образом портал славы стал на 3 неделю ну отлично ипподром то наверное все таки нет дров я нигде не вижу но сейчас крэг из портала вынырнет может там что-то будет прежде всего собираемся сбором ресурсов до собираемся занимаемся и естественно начнем катбертом вот отсюда все лутать потому что но чтобы если враг сюда придет понятно что враг тоже эти пара прохода может не проходы а этим туннели может посетить если враг сюда заглянет чтобы мы уже здесь спокойно все почистили ничего врагу не оставим так вот гарпии просто отъезжают занятно занятно о какой грибочек вырос какие петли прида из-за него нам приходится закладывать чтобы вообще пройти но все туннель мы весь засветили ничего тут интересного по факту не нашли могущественные личи можно кстати арбалетчиков так и оставить утопия но в утопию сразу не пойду вступить ли в бой нет лишний раз хотя слушать их было немного но если они встанут 70 когда зачем нет нужно такие проблемы так ты у нас далеко или нет я к тому что вот эту вот древесину вот этот кусочек убирать крэгом или успеет кадбер но не факт что он успеет вроде как успевает ну ладно давайте мы крэгом все сделаем гильдию воров посетим чтобы вам было интересно я-то бы и не заходил конечно неплохой оппонент 23 25 15 14 можно сказать что крэг на его фоне даже смотрится не слишком угрожающий ангелы есть понятно да они консерваторию сломали мощь армии королевство там выше ясно артефактов одинаково вампиры тут стоят в принципе золото на нам нужно наверное имеет смысл зачищать или нет тоже вопрос всегда неоднозначный так ну слышь не зарекался порталами пользоваться как вы понимаете поэтому прыг скок всех собрали поехали улучшать отлично ну и кстати мы можем и подром ставить да все войска отстроены замок отстроен улучшать конечно нужно прежде всего архов хочется получить но будем рассчитывать что в этом плане у нас все впереди так что здесь тирис сейчас выглядит также стоит могущественные личи та же группа 10 19 стоит оппонент надо делать ноги тирис сделай ноги а то сейчас оппонент может тебя съесть так ну что не будем наверное кадр там высовываться собираем деньги прежде все вот эти сундуки золота дальше уже разберемся шахта забирать или нет то есть с одной стороны вроде деньги есть другой стороны нам нужно ставить архангелов но это все-таки крюк да хочется побыстрее понять увидеть куда на вообще ехать куда нам нужно попадать поэтому наверное пас машины войны берем они могут сыграть добрую службу причем баллисту тоже понятно что мы ее не контролируем но с другой стороны а чё нам ее контролирует так наверное школу магии хочется посетить или мне пока не то чтобы обязательно делать прямо сейчас увидели что здесь есть плюс одно знание и погнали вперед наверное мы бежим сразу же вот сюда на островок и уже от этого как-то будем отталкиваться дам их много всяких ресурсов все хочется взять их все хочется увидеть попробовать ну и так далее так отлично здесь все улучшаем как-то так да горло у меня чуть сегодня першит внимание не обращайте борюсь с этим как могу не хочется просто прерваться тут откашливаться все такое прочее так что слэш делает слэш у нас шестой день хотя бы вот эту ветряную мельницу пусть заберет ну да почему нет и смотрим что мы можем ставить у себя ну к примеру сторожевой пост почему нет пики превращаются в алебард это всегда приятно вот это вот сейчас было интересно да вдруг откуда не возьмись из темноты выскочил некромант септиена напала на нас тут ангелы у нее и три ангела 12 19 17 16 благо у нас есть тактика слушайте ангел подманем мы тебя вот таким образом плохо что у меня лучники разделены все таки наверное может и неплохо не знаю сейчас подумаю подождите как вообще нам что сделать так надо как-то расставиться ну предположим да предположим что так то есть план какой ангел летит врезается в нашего али бар чеков волна смерти это было некрасиво с твоей стороны аж голова арбалетчик пропала ангел-то волей бар чека врезался да только вот проблемы это нам принесло определенно единички до упали нашим но здесь ангел над забирать это понятно минус 2 парнем сколько баллиста наносит ничего себе 208 урона это неплохо было это было очень неплохо так сколько здесь у нас сколько нанесла у нас молния но немного да она бьет давайте посмотрим цепная 420 вы прямо скажем немного 420 то есть я думаю как можно убить септиену но что-то думать то я думаю но не понимаю как то можно сделать на 350 грифона ударит у нас просто кроме цепной там ничего и нету интересного то еще арбалетов поделил так-то мог бы хотя бы их в один стек поставить кинуть какую-нибудь интимагию так ладно давайте мы заберем костянова ну я понимал да что у грифона тут отскочит рыцарь смерти будет бить это все понятно надо атаковать ну да вот я догадался волна смерть слушайте но такой бы меня конечно не устраивает я без армия остаюсь давайте-ка мы загрузимся прикольно прикольно но тяжело туда в этом плане биться с как их зовут с некромантами поскольку они маги и в общем то мы проблемы получаем от этого так стоп вот так мы делаем может быть это что-то изменит в намерениях септиены как-то она попробует по-другому там я не знаю с арбалетами справляться нет ясно что мы здесь пробиваемся до что мы убиваем ее но конечно столько войск терять не хочется но видимо придется хочется не хочется нравится не нравится так здесь давайте я не знаю как и даже вот так сделаем да вот так попробуем значит что случилось во первых она поделила лечей пополам надо это отметить во вторых она не дала волну смерти это позитивный момент то есть смотрите да мы изменили мы в один стек поставили арбалетов все таки я наверное хочу попробовать играть через цепную молнию ослепление на арбалетов ну мне это больше нравится прямо скажем мне это по душе такой вариант развития событий так и рыцари до нас не дотягиваются на дж мечта какая-то слушайте минус драконы тут неплохо что футболиста прикладывает вампиров здесь мы крестоносцами убиваем ангелов атаковать или не атаковать успею я тут их потом но много духов на самом-то деле много атаковать наверно надо здесь забирать лечей может вообще дать замедление посмотреть какая будет реакция на это на все дело до грифонов даже не доходят а реакция это неплохая на это дело реакция я бы сказал отличная но мы здесь вынуждены отдавать какое-то количество мечей или нет дайте подумать наверно сначала мы вампиров вырезаем здесь мы бахаем по духам сколько я забрал 25 стражей то есть сейчас мы их с хорошей вероятностью добиваем можно полечить наших арбалетов и наваливаться всеми на черных рыцарей тогда мы септиену должны забрать ну да жалко конечно наших крестоносцев сейчас они получат урон сколько-то я потеряю но главное что мы слушайте но с более чем достойными потерями такого некроманта мы одолели да хорошие тут враги прям плотно и вы посмотрите какие круто круто сандро что я аж прокликнул на эмоции в данные деньги нам высылает 4000 чтобы у нас тут все складывалось да любопытно слушайте любопытно это было занят на брать ли нам колодец в этой связи ман вообще есть то есть мы зареги ним сколько 36 маны да наверное это не очень актуально просто тратить на это ходы так а вот и замок ну мне писали в комментариях что будет аналогичная ситуация что замок мы их не заберем ясно ясно чем вероятно что замок еще и не один ладно построили здесь вуаль тьмы закрыли островок но мы-то с вами помню мы с вами помним куда нам нужно так и тут болотистая местность хорошо что у нас есть поиск пути но он продвинутый да по болотам как раз нужен чтобы не было штрафа совсем нужен не продвинутый поиск а экспертный ну ладно уж тут как есть да тут переживать наверное не будем на этот счет седьмой день успеваем мы куда-то еще добежать ох успеваем еще до одной мельницы или до водяной наверно водяную надо там деньги деньги мне важнее ну да тысяча сейчас тысяча потом то есть как бы неплохо и как раз у нас золото набралось чтобы уже ставить архангель очень недурно очень так но у нас не хватает чего не хватает кристалла но он сейчас будет это все нормально по этой части хорошо в целом получилось бодро и весело слушайте крек конечно тут столкнулся предлагают нам построить корабль но нам-то незачем будьте осторожны говорит вам один из корабелов я своими глазами видел как на острове из могил восстает нежить видно что он до сих пор не может отправиться от потрясения вы даете ему несколько момент монет и благодарите за предостережение минус 10 хождение по воде и погнали давайте узнаем чё хранитель хочет души проклятых похороненных здесь восстают из могил и атакуют вас стараемся потери сбежать как вы понимаете делаем так делаем так хорошо минус лич какое же замедление конечно в суде имбовое не дать не взять я тут все просто в этом бою расстреливаем наших врагов да скелет ходит на две клеточки обалдеть тощие фигуру в черной робе произносит карнаф тоже пытается осквернить кладбище теперь он скрывается я пропущу вас только если вы его победите карнаф видимо это чар надо которые мы видели в как называется в лагере воров в логове воров а здесь у нас зеленая палаточка торчит тоже наверное не просто так у нас есть какая какую мы под землей забрали светло-голубая нет красный но мы знаем где она есть некромант скому городу ворота закрывал черный до гарнизон ну в общем черный хранитель не хранитель вопроса черные пограничные ворота черную палатку мы нигде не видели ну не факт что она вообще на карте присутствует разработчики вполне могут провернуть тот же фокус что могут убить оппонента здесь нельзя вы должны с ним существовать вместе на одной карте как бы это не было неприятно может быть кадр там имеет смысл высунутся сундучок тут тот же подобрать потом уже обратно бежать давайте наверно так и сделаем 32000 почти 33 32 965 ну что портал славы наверное да можем ставить надо ставить еще и двух архов наймем с архами будет конечно повеселее крыгу это определенно как говорится гадалки не ходи ну что знак посетим смерть может лежать и ждать смерть может на крыльях лететь но если вечность пройдет даже смерть может умереть добро пожаловать на кладбище мертвых интересно кстати видимо здесь еще один город видим мы черные пограничные ворота давайте по дороге что ли склеп ломонем деньги лишними не бывает единичку можно было вообще отдать дать что-то я подумал ну ладно тут недолго недолго разбираться с противниками поэтому можно и победить всех души проклятых похороненных здесь восстают из могилы атакуют вас палатку тоже не дает забрать просто так ну тут кстати поменьше этих самых проклятых слушайте вообще наверно наш арбалетчик и отсюда бы разбирался ну ладно давайте уж предвидимся поближе еще одно замедление слушайте сейчас я еще дам хождение по воде и у нас маната сейчас еще духи что-то тут выпьют мана тает хорош хорош застрелил сразу же чтоб больше не занимался своими зловредными вот этими вещами так ну что ж с крэгом все понятно с крэгом все понятно нужно уходить с острова и искать куда приложить наши пропуски да от палаток которые мы нашли ну то есть но ключи из палаток которые мы посетили 2000 есть труду можно еще забрать и после этого уже бежать так что продолжаем дальше отстраиваться улучшить ипподром насколько мне это надо прям ладно пока не тратим деньги не транжирим оппоненты тут бегают да чуть хотят от нас вряд ли чё-то хорошим скорее всего какую-нибудь подлость замышляют 67 мана у нас остается ну немного скажем так есть кстати проход под землю да здесь тоже нужно это отметить а и он кстати за зеленой за зеленым стражем границы ключ у нас есть но определенно нам сюда здесь даже дважды думать не приходится тем временем у нас слышь собирает армию а кадр собирается что плохо лежит наверно сюда мы его отправлять не будем все-таки есть что собрать что под землей пускай идет после этого можно будет и на разведку отправить светилище бы где-нибудь найти даже для туда поставить он бы стоял и не отсвечиваю так оппоненты наши давайте поведем чё за оппонент какая армия сексе мы уже видели армия стала побольше ну мне в принципе с красным добиться и не надо да мне нужно щит забрать нужно как это там тоже расхитители могил покарать на общем никси точно хорошо поехали сундучок конечно мог быть и более приятным содержать себе деньги а то я считаю себя обманутым подсунули мне артефакт который не нужен плащ на три раунда ну как бы плащ неплохой для варвара с одной стороны на первых у крэга есть сколько там силы магии 8 а во вторых у него есть плащ 22 из крыльев дракона поэтому этот ставить банально некуда так ну что мы делаем стирис оставляем на мельнице у стоит просто нам деньги приносит до отправлять ее к врагу а какой смысл там некромантов много бегает они наваляют и виды все какой-то момент а вот оппонент к нам сможет сейчас прийти ужесточенная компания по привлечению новых рекрутов проведенная предводителем наемников принесла первые плоды благодарю за плоды за первые пушки ну может мы сейчас кстати доберемся к нашему оппоненту да и все и как-то все закончится не начавшись так светлый голубой страж границы у нас есть а красного у нас нет но мы знаем где он в океал идет но видимо настало время воспользоваться порталом прыгнуть в город взять армию да ну по крайней мере архов себе взять и уже поехать забрать эту палатку ну наверное тогда полагаю что именно такой у нас будет план кадвер все собрал посмотреть на нее ну почти чуть-чуть осталось так но и кирис тут стоит пятый день будет 6 надо бы кстати вот эти все медузники по собирать ведь кстати здесь колодец да может деньги взять все равно у нас есть время я бы полу просто взял бы лучше 5 архов а не 3 с собой не видим что там дальше навыками разведки мы не обладаем слушайте наверное тут герой которого нам надо победить это было бы логично сгонять в склеп что ли ой склеп сокровищницу вот так на арха шестой день на седьмой возвращает стою жаль маленькая вот такие моменты прям всегда жалко что маленькая 145 но как раз ману зарядению и отправлюсь так кирис на месте этот товарищ копеечку собирает можно сразу улучшить не знаю имеет ли смысл кого-то отдавать крэгу честно не уверен почему не уверен ну крэг не будет же мотаться сюда если придет хоть некромант то есть слэш должен будет его встретить ну и объяснить дорогому гостю насколько мы рады его здесь видеть да ну вот сандра высылает денег чтобы помочь вам в выполнении задания разведчики сообщают вам что рука смерти очень эффективно укрепила свои замки эта трусливость ужасно раздражает вас но решаете что добыть артефакт важнее чем занять замки некроманты ну да это мы уже видели что они укрепили в океал что-то куда-сюда бегает как неприкаянный эту сокровищницу мы уже сломали ехать нам вот сюда крэгу но нужно в любом случае дождаться популяции наверное казармы надо улучшить вот что нужно сделать взять с собой хрестоносцев да еще вот так это точно пригодится хрестоносцы ребята хорошие два раза приложит мало не покажется так ты стоишь крэк мы теряем даму поинты ночью им в общем в общем им делать то нечего давайте мы разве что ему флаг единства возьмем почему нет так здесь на ману все у нас стоит хорошо хорошо в целом норм смотрим а это некромант залез змею вот в этот до подземный переход там мы ничего не собирали но и он с удовольствием этот пробел восполняет что чемпионов не берем я думаю арбалетов чтобы было побольше как-то так но это оставим местным ребятушкам думаю нормально должно быть так змей тут удвоил население но это слышу развлечься чтобы ему был чем себя занять мы погнали погнали за палаткой по дороге гномник разорим так мой кадр тоже поехал можете еще успеет урвать у наших некроманских партнеров по этой карте так здесь мы были ну давай давай да бегай все мельницы все вот это вот делай ну и тут надо наверно и монастырь улучшить и улучшить ипподром чтобы у меня все войска были как с иголочки и ей ты лутанула мою что ли мой ногашник си штык ты не посещено нога банк ты если его разорил я на тебя я на него большие надежды возлагал сейчас очень некрасиво было своей стороны конечно наверно можно быстро убить туда потерь не будет экспертный поиск это хорошо экспертный поиск это радостно слушайте вторая телега победы но я думаю нам одной достаточно но в общем 2 тоже хорошо архи с 17 защита и такие ребята что можно не боясь конечно и кима врага так забрали мы палатку забрали да так единственное что я думаю вот смотрите мы сюда придем да мы сюда придем понятно что уже скорее всего у нас все для этого есть а вот такие мы из себя красивые замечательные может мне ломануть утопию драконов оттуда все забрать тоже будет не лишним потом докупить еще архангелов и вот этим со всем мясом уже поехать мне кажется неплохой вариант кажется более чем достойный плюс у нас деньги будут мама так то в общем хватает ну еще возьмем почему бы и нет да кси тут себя прекрасно чувствую прям ни в чем себе не отказывает причем наверно даже сокровищница мне не нужна это то есть мы прыгаем сюда мы забегаем таки в военную школу если вы думали что я забыл нет я помню 41 атака для крага и цветы сами понимаете так ты девочка давай на мельницу ну и самый отчаянный отважный головорец из нашей банды кадр отправляется на разведку территории вампирники до вражеские так слышь здесь все скупает не влезают ребятки а денег нет в общем улучшить не могу стоит же грейд на алибард ну потому что деньги кончить ничего сейчас утопию возьмем этот многобанк тоже может сломать до бежит она туда вот мерзкая тетка хотя в этом тетка там уже от тетки ничего не осталось хранилища медунус слушайте знаете что нужно было бы сделать вот что нужно сделать куда я арбалетчиков с собой тащу грифонов можно отдать я думаю что вот этих вот ребят вот так мне хватит просто за глаза единички выделим а может даже кстати и вот так слушайте шестая скорость или вот так даже пусть грифоны будут так мы быстрее будем двигаться девятая да девятый разгон приятнее чем шестой определенно ну наверное слушайте ты повез все улучшаться кадр здесь тащит золото тырит из-под носа у кровососов ну и крэг поехал сейчас по дороге хранилище медуз разорим какие-никакие а все денежки теперь главное чтоб крэга не накрыли ну там рядом с ним никого не было да то есть тут особо переживать эй не 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 бери не бери мою медузятину точнее ногашник ногобанк не тронь хорош хороший разгон у крэга приятный так здесь у нас кстати говоря плюс сила магии надо будет взять надо будет еще взять вот здесь да объект магов разогнать о кадр красавчик взял унес золотоносную шахту по оппоненту прикольно так что мы будем делать будем ли мы делить войска нет не будем одного грифона на автобое занятно слушайте очень это занятная история так здесь сколько здоровья красных может бахнуть единичку не добили о как о как ничего себе на архангела еще и зеленый может на него полетит это я конечно немножко немножко не рассчитал так нормально 61 61 давайте подстрахуемся я думаю что и без этого можно было но в принципе можно и подстраховаться отлично затонкала в архангел ну и что мы получаем иссякаемый мешок золота латы титана ну такой себе реликт могли бы что-нибудь поинтереснее положить короне я вот очень рад латы титана да ну будет спел хороший ну и сапоги мертвеца конечно это вообще не о том что бы нам хотелось здесь продолжаем тащить все что плохо лежит слушайте а мы можем пойти пирамиду еще разорить мало ли какое там заклинание мало ли там дверь измерения но они по моему не писали что и дверь измерения и полет на карте заблокированы так хотим мы еще что-то да хотим поставить грейд на наших фонных рыцарей и скупить всех кто и у нас есть отлично что тут скажешь так но сейчас будет в принципе популяция то есть нам что нам нужно забрать вот тут знания еще одно я вот что думаю и после этого мы уже можем скупать войска и ехать вот сюда план такой думаю мы подготовились к этому максимально возможным образом забью я на пирамиду пожалуй шестой день как раз на седьмой забираем так тут вот нас не хлопнули как раз враги что-то я сюда полез как-то излишне решительно мне кажется змейка стоит проходу не дает здесь давайте улучшим всех хорошая армия крэк может в принципе он может всю армию забирать то есть даже если сюда придут и отнимут мои ну как бы не хотелось бы чтобы оба города отняли но если отнимут один город мне короче все равно мне же нужно дело сделать да щит добыть а не замки тут отстоять так где ты тут бежишь вот он кто ты тамика ну такую тамику мы и так осилим пожалуй что страккер неплохой такой страккер слушайте ну я без армии мне со страккером биться не так чтобы с руки прямо скажем поэтому наверное пас хорошо не знаю зачем мне сферы и листового озера а вот сфера небесного свода это приятно здесь берем знания ну и прыгаем домой домой прыгнули на архангеле разогнались седьмой день как раз очень удачно в этом плане складывается так дружочек пирожочек беги куда нибудь что ли беги катберт беги ну и ход делаем страккер смотрите так ну что забираем всех вот отсюда забираем там какое-то войско получим с вот этих вот внешних нанимальников плюс вот здесь у нас в эрмитаге подкупится посадим в замок нашего слэша ну и враг какой-то слабый не пройдет а сильного мне и останавливать вроде как не надо да ну что вот такая армия будет под началом крэга хэка 319 арбалетов не кисло не кисло как то так да 363 алибарда ну мы помним что здесь 41 атака так что все у него в порядке 240 маны 240 можно одеть наверное латы уже да 19 спел это сколько у нас будет с 19 спелом и усилком бить молния 1290 ну вот это уже неплохо вот с этим уже можно работать понятно что у нас боевые статы стали похуже но я думаю оно того стоит оно того стоит что здесь пойдем или здесь тамика ладно тамику мы ну мы как бы ее не боимся да ну наверно поехали здесь все таки чтобы она нам здесь сразу не отплатила у нас замки поехали думаю что это нормальный код сразу этого некроманта отожмем и будем жить спокойно так катберта никто не победил он тут продолжает бесчинствовать тащить вот эти все золотые шахты сейчас и все такое прочее в общем молодец делает что может отлично ни разу кстати к нам из монолита выхода оппоненты не вываливались ну наверное повезло вряд ли они не могут этого сделать скорее всего просто нам повезло в этом смысле так у нас кстати здесь еще какой-нибудь герой пришел Сильвия пришла с тремя стеками тоже давай Сильвия послужи нашему делу как то так слэша сейчас в цепочку приспособим ну и кадр унесет еще одну шахту золота унес а черная палатка у них внутри ну нормально нормальная тема почему бы и нет так ну что тамик убить или не бить вот в чем вопрос мне очень хочется вроде как отклоняться от курса но с другой стороны забрать телегу победы сами не подняли хоть тамик она моя принесла забрать телегу победы это бесценно как вы понимаете так ладно караек продолжает двигаться здесь у нас силы сопротивления собираются так Сильвия сейчас все нам погрейдит и мы поедем и сядем в город слэшем план такой ну вот такая армия ну замок там построен да в принципе не сказать что большая нормально нормально врагов нет третий день пока они к нам доберутся но есть только из портала но из портала опять же вряд ли он выбежит и прям побежит нас ломать сразу же прямой наводкой еще немножко денег ну и крэхэх приближается приближается главной цели своего путешествия еще золотоносная шахта и лагерь беженцев с копейщиками хе-хе что может быть прекраснее найти копейщиков в стороне некромантов бесценных не дать не взять так деньги есть хорошо хорошо единственное что меня печалит то что ангелы у меня забрали так ну и нам тут наверно надо идти вниз да правильно же ну видимо да видимо нам сюда а чё то я копейщиков вот этих не взял как то я пропустил да мимо пробежал ну ладно соберем подвезем если что разведчик наш главный о знания нашли ну главное вовремя найти будем шахты забирать раз катберта не встречают мы не гордые мы по уносим у них экономические составляющие благополучия опа на крэга в океал из темноты опять сейчас будет безобразие творить 14 спел ну не сказать что очень большой я просто что думаю у нас первый же ход а мы ему тут 33 защита его еще победи да если мы даем какую-нибудь ну замедление скажем на него или хаст на наших ребят вот эти не добегают к сожалению парнем так архи и так долетят кто кого будет бить подождите через замедление да попробуем просто архи же не проломят могущественные ключи ну попробуем в любом случае попробуем а чё это тут у тебя со скоростью дорогой друг плюс 3 скорости плюс 3 ничего себе а так 972 урона маловато маловато будет ну но и и Слушай, так меня это устраивает Он убежит, да, сейчас 20 грифонов Ну ладно, армию я ему слил В принципе, если тут загружаться Попробовать разные варианты Можно его победить так, чтобы он Не убегал Ну ладно, ничего страшного Что там 20 грифонов и 5 Крестоносцев Ну, жалко, конечно Там артефакты могли быть Вот, а в остальном-то Какая разница Не это наша главная цель Понятно, что против такого Крэга Так, здесь мы пройти не можем Правильно, нам нужно идти именно через подземку Вот он стоит, герой Кстати, можно сейчас будет на него поглядеть Если шажок в сторону сделать А вот он монолит выхода, да, к нам похоже Похоже на то, кстати Ну, наверное, не будем выходить Побегаем еще здесь к адберам Тут еще нам войска подвезли Нормально Нормально В целом, врага готовы встретить Не очень многочисленного Конечно, не такого, как в океал Ага Только я про этот монолит сказал И, пожалуйста Десант Галтра Ну, в поле я точно не готов с ним биться Что и день Ну, если он не побежит прямиком, да На слэша, то Может и ничего Может и обойдется Ну, ладно У нас другая задача Это все лирика Крэх тут по дороге Змеек разваливает Ну, только давай Без потерь грифона Разваливай, пожалуйста, змеек Где наша шахта Подъемочка Вот она Наверное, мне и не надо уже, да Слушайте, да Зачем Не будем тратить время Понятно, что это делается элементарно Нам просто не нужно Разведку дадим наверх Кадбертом Кадберт лазучик, да Кто бы мог подумать Ну, и Галтран начинает там тупить Все Поймала Исра Кадберта А как же Дать Волну смерти Нет, что ли Где-то, что ли, волны смерти Ну, Исра какая-то слабенькая Сфера запрещения у Исры Прикольно Красный шарик Это занятно, слушайте Ну что, Крэг Давай На тебя смотрит Весь Энрот Вместе с Антагаричем Так, ладно Тирис Продолжает тут Вводить Врага за нос Ну и Сильвия Занимается примерно тем же На следующий день Мы уже купим здесь Подкрепление И тут уже будет Два арха Ну, то есть Вот такого слэша Еще попробую выбить Это не так уж и просто Сделать Слэш-то Неплох В целом Можно, знаете, что сделать Таверны нет Да, таверны нет Там на месте Таверны же появляется Да, сооружение На боевой дух Если я ничего не путаю Ну, поскольку нет таверны То этого сооружения Тоже нет Ну, ладно Ничего страшного Просто Отдаем ход Оппоненту Интересно Даже с кем нам Предстоит Столкнуться Сейчас Вот такому вот Замечательному Со всех сторон Крэгу Так, ну да Надо было Снять доспех Чтобы Все прошло Хорошо Карнав До 50 призраков До 100 вампиров Лордов Ну и так Каждые твари По паре, да? Единственное Призраки Драконы у него Снизу, да? Стоят Может вот так Сделать Как-то попробовать Ну, поехали Поглядим На карнафа Как автобой Хотите ли вы Отступить? Нет, не хочу Ну, там Хорошие статы Да, видели мы Этого карнафа Точно Драконы снизу Ну, мы можем Дать замедление Да? И горе не знать В принципе Так, наверное И надо делать Ослепление В лучниках Унимаю тебя Ну и надо Призраков Начинать Потихонечку Ковырять Потихонечку Полегонечку Давайте Призраков Что-ли Бахнем Понятно, что Пару чемпионов Отъедет Бампиров Можно Один Все стоит Из мертвых Вы обалдели Что-ли Такими пачками Из мертвых Выставать 27 49 Ну, ладно Поуменьшили мы Их Народу Население Просто Отлетаем Правильно? Пока Отлетаем Отбегаем Кто как может Подставил Да, получается Крестоносцев Под удар Ну, ладно Надо, наверное, снимать ответку Че их уже тут И не осталось И врываться Алибар О, хорош Массовое проклятие Интересно Вообще Я бы не сбрасывал Со щитов Возможность того Что тут есть Анимейт Дэд Да, воскрешение Мертвых Поэтому С тем же Драконом Надо разбираться И на трупик Наступать Как вы понимаете Чтобы Избежать Каких-то Неприятностей Так Призраки Сильно не ударят Тут вейт Здесь Ну, как так-то Ну Взял еще и не пробил Так, ну Анимейт, кстати Он не показывает Я не знаю Есть он у него или нет Но он его не показывает Нам Ну и хорошо Мы точно Печалиться не будем Так Па-бам-пам Неплохо Прошло И добиваем Дракона Отлично Можно Хрестоносцев Воскресить Вопрос Нужно ли Ну пока В любом случае Мы вот это все Добиваем Здесь Встаем на труп Молитва На Мертвецов Это Свежее решение Это Ничего не скажешь Давайте Поднимем Сколько Поднимем 20 Ну да Мало Орхов Чтобы Прям Поднимать Пачками Ясно Надо Убивать Надо Убивать Вот 2000 Как-то Повеселее Повреждения А то Прям Было Что-то Совсем Невнятное Да Валда Бы здесь Неплохо Зашла Надо Наверное Арбалетов Хотя 2 3 3 6 Грифонов Надо Благословить Здесь Минус Раз Конников Подставляем Под удар Но их Немного Пусть Это Лучше Будут Конники Да Неплохо Он По Конникам Конечно Оттоптался А Они Же У Меня Они Же У Меня Ослеплены И Убегает А Так Можно Было Да Ну Понятно Что Мы Его Победили Потери Не так Чтобы Очень Маленькие Но Тут У Статы Не Так Чтобы Очень Маленькие Ну Ладно Нам Надо Было Его Победить Слушайте Не Хотелось Вы Конечно Мы Пришли К Счету К Этому Месту А нам Сказали Старичок Ты Не Очень Сработал Вернись И Найди Его Мало Убей Ну Ладно Будем Считать Будем Рассчитывать Что Этого Не Случится Так Здесь Скупаемся Разгоняемся На Ахах Вот Так Ну И Крэх Отправляется Забирать Щит Я Рассчитываю Что Все Таки Нам Засчитают Победу Миссия Опять Таки Довольно Мерзкая Да В силу Вот Этой Специфики Что Ты Не Можешь Забрать Города Врагов Ну Что Ж Делать Работаем С тем Что Есть Оппонент Решил Уйти Обратно Под Землю Молодец Че У нас Сидеть Полностью Поддерживаю Тебя В этом Начинании То Есть Даже Города У нас Забирать Никто Не Ну И Ладно Мы Не Городы Не Забираете Нам Ж Только Лучше Слушайте Я думаю Что Все Должно Быть Хорошо Врага Мы Все Таки Победили То Есть Вряд Ли Нам Скажут Что Что Я Должен Сделать Еще Можно Краткие Итоги Подводить Очень Хорошая Компания Я Даже Если Честно Почему Не Ожидал В Океал Привет Привет Дружочек А Вот И Я Не Ожидал Ну Потому Что Первые Две Компании Были Все Равно Достаточно Такие Прогулочные Да Я Был Скал Я Уже Не Говорю Про Компанию Джелу Там Вообще Ни О чем То Есть Никаких Проблем Нам Не Доставили Ну Что Врываемся В Него Да И Все Сейчас Даст По нам Какую Нь Гадость Ну Что Что Делать Даст Гадость Значит Даст Гадость Начать Битву По идее Тут Уже Так Бой Так 1350 Урона В кого Прилетит В Вампиров Или В кого Вот Так Да Чтобы Пошла Эта Вся История Давай Хорошо Че Это Он Ничего Не Кастует Даже Интересно Правильно Зачем Скелету Выходить Куда Запрем Его Здесь Ну И Танкуют Чемпионы Молодцы Че тут скажешь Все Оттанковались Правда Но Не будем Предъявлять К ним Слишком Высоких Требований И На зомби Он Убегает Да Сделали бы Здесь Настройки Да Чтобы Оппоненты Не убегали Враги Обилить До конца Просто Ну Как-то Как-то Я даже Не знаю Было бы Веселее Что ли Да Дают нам Пройти Отлично Ну Так Вот По поводу Компании Очень Она Мне Понравилась Очень Бодрый Старт И Вторая Миссия Прям Очень Крутая Третья Четвертая Не сказать Что Супер Сложная Но Достаточно Мерзкие Да В силу Того Что Ты не Можешь Забирать Города У оппонентов Но В целом От Компании Руби И Кромсай У Меня Очень Приятные Впечатления После Хота Это Лучшая Компания Из Тройки Ну После Трилогии Рога Бездны Да Вот Это Лучшая Компания В Которую Я Играл Поздравляем Вы Нашли Щит Тоскующих Мертвецов И Можете Требовать Признания Вашей Победы Ну Что Мы И Сделаем Так Как-то Мы Записывали Это Дело Дайте Я Вспомню Вин Кэмп Три Правильно Третья Ж Это Компания Меня Обанули Чародей Оказался Обычным Жуликом И смылся С вещичками И с моим Золотом Дайте Срок Я Найду Этого Сандро Оторву Ему Руки И засуну В его Лживую Глотку Ты У меня Еще Попрой У У вас Нет Ощущения Дежавю Мне Кажется Что Гем Себя Вела Примерно Так же После Своей Компании Как И Сейчас Крэк Подозревал Крэк Что Что-то Дело Не чисто Что Есть Какое Мошенничество В поведении Сандро Ну Вот Тут Он Уже Удостоверился В этом В полной Мере Ну Что Все Мы Прошли Компанию Закончили Общее Время Начальный Счет Уровень Сложности Все Вы Видите На Своих Экранах Слушайте Ну Мне Говорят Что Руби Крам Сай Я Сыграл Хуже Чем Эликсир Жизни Новое Начало Ну Ну В общем В общем Формуле Подсчета Эффективности Прохождения Компании Определенно Виднее Ну Что Ж Друзья Мои На этом Мы Будем Заканчивать Наше Прохождение Жду От вас Комментариев Обратную Связь Пишите Насколько Вам Понравилась Компания Руби Крамсай Стоит ли Ждать В будущем Более Интересных Компаний Или они Будут Ну Или хотя Бо Таких Жили Там Будет Все Послабее Как-то Попроще В общем Хотелось бы Конечно Чтобы Компании Когда ты В них Проходишь В них Играешь Кидали Тебе Челлендж Определенный Давали Тебе Вызов Чтобы Ты мог Получить Удовольствие От того Что ты Преодолеваешь Непростые Обстоятельства И добиваешься Победы Что касается Наших дальнейших Планов Я наверное Компании В тройку Поставлю На прям Очень Коротенькую Паузу Ну я думаю Что нибудь В течении Недели Не будут Ролики По ней Выходить Почему Потому что Сейчас много Просто играю Пвп Достаточно Может там Что то Будет Интересное Получится Выложить Это первый Момент Но и Главный Но это не Главный Момент Главный Момент Состоит в том Что Дивинити Оригинал Син Сейчас будет Выходить На канале Ну и хочется Немножку Подготовиться Прочитать По эту Компанию Освоиться С геймплеем Ну чтобы Уж совсем Как слепой Котенок Как слепому Котенку Не тыкаться В разные Предметы Чтобы ты Понимал Что делаешь На какие кнопки Нажимать Ну и так далее В общем В любом случае На канале Будет много Всего интересного Поэтому До скорых встреч Ну и как я уже сказал Тройку ставим На совсем Коротенькую Паузу Следующая Компания За йога Если я правильно Все понимаю Ну в общем Идем по порядку Это был Антиквар Всем удачи И до встречи Огромное спасибо Спонсорам канала За поддержку Пока